Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Номер 7 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Стоимость составит 10 долларов за человека в сутки. Также есть объявление о том, что начинается прямая трансляция нашего служения на канале YouTube. Вы можете найти в YouTube под названием «Atlanta Slavic Church – свет жизни». «Atlanta Slavic Church – свет жизни». Также каждую третью субботу будет у нас общий обед – «Patluck» после нашего церковного собрания. И также напоминаем всем отключить или перевести свои мобильные телефоны в режим «Silence» или «Airplane Mode». Итак, сейчас мы приглашаем всех деток на детский рассказ. Пожалуйста, проходите вперед. И сестра Света будет читать детский урок. И сестра Света будет читать детский урок. И сестра будет читать детский урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Come, just as you are before your God Come. The greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. We will worship, we will worship Him. We will give our hearts, we will give our hearts. Come, just as you are before your God. Come, just as you are before your God. Come, just as you are before your God. Come. Come, just as you are before your God. Come, just as you are before your God. Come, just as you are before your God. You are before your God. Come, just as 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 you are before your God. Чудный свет по комнате разит. В одеянии белоснежном строгом ангел перед женщиной стоит. Говорит ей, полетим со мною. Двор, калитка, и они летят над ночной прохладной землею. Опустились в помещение, в склад. Смотрят, а вокруг сердца людские. Вот сердца богатых. Посмотри, их не тронут слезы никакие. Золото звенит у них внутри. Нет, знакомы мне сердца богатых. Не хочу, чтоб сын мой был таким. Не хочу, чтоб он, живя в палатах, Доставлял несчастья другим. Посмотри, вот каменное сердце. С ним на свете долго можно жить. Для него печаль, проблема, редкость. Их нельзя ничем расшевелить. Нет, не надо. Долго так искала сердце сыну, бедная вдова. И каких середец здесь не лежало, Даже закружилась голова. Деревянные, стальные, глиняные, Из земли кожаные, восковые, Никакие ей не подошли. Перебрав середец десятки груды, Подходящих, так и не найдя, Ангел Божий указал ей в угол, К выходу, почти что выходя. Там лежало сердце, что же это, Что вдова сама не поняла. Там лежало сердце, все из света, Неземной краса его была. В этом сердце отражалось небо, В нем сплелись все отплески души. Чье оно? Вдова спросила тихо. Мне бы христианина Отдалось в тиши. Дайте мне, его я выбираю. Но молчание ангела в ответ. Дайте мне, прошу вас, умоляю, Лучше и прекрасней сердца нет. Трудно жить с ним. В нем звуков в небо много. Знает это сердце боль людей. Гони мы на земле жестоко те, Кто в небе получил удел. Вспомни, мать, которая стояла Не у трона славы у креста. Душу ей оружие пронзала. Ты согласна рядом с нею стать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли? Да, воскрес. Он испил страдания не капли, Чашей полной с кровью на теле. Сын мой, тоже как и он воскреснет. Да, ответил ангел ей опять. Сыну, сыну я хочу такое сердце. С твердостью говорила мать. Вдруг исчезло чудное виденье, И хоть много лет прошло с тех пор, Мать хранит в святом благоговенье В своем сердце этот разговор. Вырос сын и стал христианином, И за то, что людям правду нес, Был он попираемым, гонимым. Но в страданиях рядом шел Христос. Мать есть мать. Она переживала, плакала, Молилась в час ночной, Но ее до смерти утешало слово это. Сын воскреснет твой. Аминь. Великостью, настрою! Она взяла, кто рассказал! Светлым. Доброе, нашим сестрам! Мы благодарим нашим сестрам! Мы благодарим вам при том, что тыre высочу гонимского храма. Я не знаю, вы не знаете русские, руменьицы? Мы благодарим наше здоровье. при том, что тыр Plate. Он был очень понравился. Мы благодарим нас с нашим сестрам. пение и это стихотворение. Перед тем, как мы с вами начнем нашу встречу сегодня, мы с вами, как в церкви, давайте все-таки обратимся в молитве к Богу, о Его благословении над всеми присутствующими здесь, над благословением, которое мы хотим, чтобы оно было, как мы слышали в стихотворении, и на наши семьи, на наших детей, в наше будущее. Давайте мы склонимся перед Богом в молитве. Дорогой наш Небесный Отец, в это утро мы сердечно благодарим Тебя за Твое благословение, за возможность быть вместе в Доме Твоем. Благодарим Тебя за возможность услышать Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за то, что наши братья и сестры готовы служить Тебе, и все таланты использовать для прославления имени Твоего. Благослови Церковь, Господи, здесь, в Атланте. Благослови, Господи, чтобы эта церковь принесла свет многим душам, окружающим нас. Благослови детей, Господи, в этой церкви. Помоги, чтобы они выросли и были в радость для родителей, и они жили во Славу Твое. Мы просим Тебя, останься с нами, когда мы будем открывать Слово Твое. И пусть Твой Дух Святой ведет нас в понимании Слова Твоего, в понимании библейских небесных истин. Славим Тебя за услышанную молитву. Аминь. Мы с вами продолжаем исследование Священного Писания, и, как вы знаете, мы продолжаем исследование под названием «Современники счастья». Это удивительная тема, которая, я знаю, изменит курс наших мыслей, возможно, изменит кое-что из нашей жизни, изменит наше понимание общества, в котором мы живем, наше понимание долга, которое мы имеем в этой жизни. Как красиво звучит «Современники счастья». Мы живем в мире. И вы знаете, наши современники о чем думают сегодня? Думают, что завтра у них праздник. Мне говорили, завтра стучится в дверь праздник. Какой праздник? День Матери. Вы представляете себе, какой большой праздник? Я не знаю, если все дети знают, что завтра День Матери. Это такой праздник. У нас праздновали 8 марта, да? День Матери. Здесь вся Америка, вся эта страна празднует завтра День Матери. Как-то в детском саду спрашивала воспитательница и говорила, дети, а ну расскажите, что вы можете сказать доброе о ваших родителях? И тишина. Может быть, вы можете что-то сказать доброе о вашей маме? И тут один поднял руку и говорит, моя мама самая лучшая. И другой получил настроение, поднял руку и говорит, а моя мама самая красивая. Я что-то не вижу на ваших лицах выражения никакое. А третий поднял руку и говорит, моя мама самая умная. И вот четвертый поднял руку и говорит, а моя мама самая умная, самая красивая, самая добрая, самая лучшая. Так думали дети в детском садике. Как думают взрослые дети уже, а? Задались ли вы вопросом, как думают взрослые дети о своей маме? А может быть, неправильно поставили вопрос. Давайте задаем вопрос, как должны думать взрослые дети о своей маме? Наверное, то же самое, правда? Наверное, то же самое. Наверное, взрослый, как я, такой уже человек должен думать, моя мама самая добрая, моя мама самая лучшая, моя мама самая умная, моя мама самая красивая, самая-самая лучшая в мире. Это что? Моя мама. Я думаю, что эти чувства наполняют и ваше сердце. Я думаю, что эти чувства есть здесь. Они бьют так вот, как будто часы в нашем сердце. Поэтому не забудьте завтра осчастливить вашу маму. С утра завтра пошлите ей на вашем телефоне электронную карточку и поздравьте ее с Днем Матери. А может быть, принесите ей букет цветов. А осчастливьте вашу маму. Может быть, коробочку конфет. Ну, что угодно. Самое главное, чтобы ваша мама знала, что вы помните ее. Самое главное, чтобы ваша мама знала, что вы цените ее. Самое главное, наверное, чтобы ваша мама знала, что вы любите вашу маму. И пусть мамы... Знаете, что произойдет в их сердцах? Пусть каждая мама в самом лучшем понимании этого слова гордится вами, как вашим сыном или дочкой. А мы будем молиться, чтобы добрый Господь благословил всех мам, чтобы мамы вырастали красивых, здоровых, славных детей. Скажем аминь. Аминь, конечно. Пусть это будет так. Не забудьте сделать счастливой вашу маму завтра. А сейчас мы посмотрим, как написано вот это четыре стихия. «Улыбнись, когда на небе туча. Улыбнись, когда в душе нет счастья или ненастья. Улыбнись, и сразу станет лучше. Улыбнись, ведь ты же мое счастье». Это должен говорить каждый сын и каждая дочь своей маме. Или наоборот. Итак, современники счастья. Давайте мы вернемся к нашей теме. Видите, Иисус Христос находился на склоне Иллионской горы, на этом зеленом ковре. И собралась толпа вокруг Иисуса Христа. Собралась толпа, которые предчувствовали, что вот-вот Христос что-то очень важное будет говорить сегодня. И их мысли были направлены на то, что Христос будет важным и говорит о том царстве, о котором они мечтали. Фарисеи, которые находились здесь, книжники, они мечтали о том царстве, когда вся власть, римская власть, придет в их руки, и они будут руководить властью, которую имели в то время завоеватели, римляне. Тут, в этой толпе народа, находились также бедные крестьяне. Которые воображали себе, что Христос может благословить и их. Христос может поменять, помочь им, чтобы их жалкие хижины превратились в красивые дома и красивые дворцы. И они думали, что их одежда, грубая одежда, которая служила им, как покрывала во время ночи, Христос поменяет ее. Христос возьмет ту ихнюю одежду и поменяет на римскую, богатую одежду. И они будут отдыхать, и они будут не переживать о той работе, которая нужна каждый день, а будут наслаждаться жизнью. Правда, все мечтали об одном, что Израиль станет главою всех наций в мире, а Иерусалим станет столицей всего мира. Так они думали каждый, находясь там, возле Иисуса Христа, на Илеонской горе, когда Иисус Христос говорил особенные речи, особенные учения. И как мы знаем, Иисус Христос говорил блаженство. Иисус Христос начал говорить эти удивительные принципы Царства Божьего. И вот они, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны миротворцы. Я думаю, что что-то происходило в их умах, когда они слушали это удивительные учения Иисуса Христа. Дух Святой делал свою работу. Сердца людей менялись. мысли людей менялись. Многие приходили в то время к покаянию, потому что то, что говорил Иисус Христос, обличало то, что было в их сердцах. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Сегодня мы обратим наше внимание на вот эту часть проповеди Иисуса Христа. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что приходит на мысли, когда мы слышим блаженные нищие? Смотрите, человек, который похож на нас и похож на нищего. Это точное изображение нищего. И вот Михаил Юрьевич Лермонтов написал такое стихотворение. Это очень удивительное стихотворение. У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк иссокший, чуть живой от глада жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор его являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами горькими с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою. Представляете себе бедняк, который просил милостыню и в его руку положили вместо куска хлеба что? Кусочек камня. Нет, нет, это не я, наверное. Каждый так подумает, да? Но Лермонтов увидел это, поэтому он написал. И нижние четыре строчки говорят о том, что больше всего хотел этот бедняк. Что больше? Любви он хотел от людей. И вместо любви те чувства были обмануты. Он не получил то, что хотел. Есть разные лица нищеты на нашей земле. Когда мы сматываемся в эти лица, трудно себе представить, насколько нищета в современном мире поражает людей. В Сомали тысячи людей умирают с голода каждый год. В Африке то же самое. В странах третьего мира голодуют люди не просто бедные, но нищие. Бедный еще живет от зарплаты до зарплаты. Это я, вы, мы живем в бедности от зарплаты до заплаты. Но нищий это тот, который ничего не имеет. Нищий ничего не имеет. Те, которые живут от зарплаты до зарплаты, живут в Нью-Йорке или в Америке. Те, которые нищие, живут в Бангладеш, Африке, Индии и тому подобное. Другие страны третьего мира. В Америке так живут люди. Есть частью богатые, которые любят удовольствие, хотят жить в своем удовольствии, хотят показать, что жизнь им нравится, хотят показать, что у них есть много что в кармане. И вот это то, что есть в кармане, они могут потратить, они могут выиграть, они могут играть на деньги. Тем не менее в других странах есть люди, которые не имеют ничего. Представьте себе, что люди голодают и не имеют кусочка хлеба. Представьте себе, что так живут в других странах нищие. Слова Христа звучали тогда в ушах всей толпы, которая слушала, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Божье. Неужели говорил Христос об этих нищих? Смотрите, в Америке сделали самолет бомбардировщик, который стоит 2,2 миллиарда долларов. Потратили на вот этот самолет. Если бы эти деньги отдали людям, которые нуждаются. А вот другой самолет, который сделали в Америке, самолет самый быстрый из существующих, 380 миллионов, и этот самолет имеет всего-навсего 4 метра в длину. 380 миллионов уже потратили на него, и еще он не усовершенствован. Как много денег тратят богатые, и как деньги не имеют эти бедные люди, которые не имеют даже воды, чтобы напиться, так как у нас она есть, включил кран, и течет вода. Которые стоят в очереди, чтобы набрать чуть-чуть воды, чтобы сделать кушать. Представьте себе, как тяжело живут нищие на этой земле. Как трудно живут эти люди, просят кусочка хлеба. Нет таких домов, как есть у нас, в которых мы живем. Живут на свалке, смотрите, или вот кушают крошки, которые падают со столов богатых. Разные лица, бездомные, которые существуют и в цивилизованных странах, и бедные, которые нищие, которые существуют в странах третьего мира. Страшные зрелища. И тем не менее, что такое нищий? Смотрите, что такое нищий. У нищего нет будущего. Это человек, который не имеет амбиции, поэтому он ни к чему не стремится. У него нет репутации, поэтому он ни за что не борется. Этот человек не имеет богатств, поэтому ему не за что переживать. Он не имеет прав, поэтому он терпит унижения. Этот человек уже мертв, поэтому никто его не может убить. Представьте состояние нищих людей. Какое состояние? И на нашей земле я уверен, что бедные на нашей земле 80%, а нищие существует где-то 20-30% нищих на нашей земле. Это те, которые не имеют куска хлеба. Это те, которые дополняют число, которые умирают с голода каждый день. Как Христос относился к нищим? Христос не отрекся от них. Если мы читали, Лермонтов писал, что он протянул руку нищие и хотел кусочек хлеба и вместо хлеба получил камень, то Христос совсем по-другому относился к нищим. Смотрите, как красиво слова, которые сказал Иисус Христос. Дух Господнен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Что значит благовествовать нищим? Имеет добрую весть для нищих. Христос имеет хорошую весть. Он хорошую. Он принес свободу измученных от трудностей и переживаний. Христос пришел проповедовать лето Господнее благоприятное. И Библия полна тех примеров, что Иисус Христос не проходил мимо нищих людей. Христос не просто не видел их. Христос не просто не замечал нищих, а Христос шел примерно прямо к ним. Пришел Христос специально в эту купальну Вефезда, чтобы исцелить человека нещего, который 38 лет там лежал парализованный. Христос пришел к человеку, который просил у него помощи. Христос исцелил эту женщину, которая поверила, что если прикоснется к одежде Христа, она будет исцелена. вся Библия наполнена примерами удивительной любви, которым было наполнено сердце Иисуса Христа по отношению к людям. И да, по отношению к тем людям, которые нищие, как в материальном, так и в духовном. Но Христос все-таки сказал, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. А мы сегодня как раз и об этом будем смотреть с вами и изучать Священное Писание. Нищий духом это богатый человек. Так говорит Христос. Блаженные нищие, ибо их есть что? Царство Божие. А Царство Божие это бедный город. Это лачуга какая-то. Это какая-то палатка накрытая соломой сверхой. Что вы знаете о том городе, который спустится с неба на землю? Дороги золотые будут. Вот Царство Божие дороги золотые, вода чистая как кристалл, а город такой большой, написано 600 километров длины, 600 километров высоты и ширины. Такой город спустится с неба на землю, и нищие духом будут жить в этом городе. Это их наследство от Бога. Давайте мы посмотрим, что говорит Священное Писание. Итак, мы уже сделали свой вывод, что самые счастливые люди сегодня считаются те, которые имеют под собой фундамент вот такой. Самые счастливые люди. Хорошо иметь такой фундамент. Я верю, что никто бы не отказался. Но вы знаете, они тоже плачут. Вы знаете, они тоже имеют проблемы. Недавно прочитал в интернете, что один молодой парень закончил жизнь самоубийством из богатой семьи. И почему? Потому что его не любили. Больше денег нужно что-то другое. Нужна любовь, нужно отношения. Вот в Евангелии мы читаем от Луки величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут облажать меня все роды. Смирение Марии подчеркивает Священное Писание. Не ее богатство, не ее гордость, а ее отношение к Богу, ее отношение к той истине, которую она знала, к тем ожиданиям, которые имел народ израильский и то, что ожидал народ израильский. И Господь использовал ее, потому что это была смиренная женщина, которая любила Господа всем сердцем. И что произошло? Мы находим, что сотник говорит, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Да, но сотник говорил, я сказал, что сотник говорил такие слова, «Во истину, этот человек был Сыном Божьим». А что сделал Сын Божий? Обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». Мы только что видели нищих, мы только что видели их лица, мы только что видели их место расположения. И что сделал Христос? Обнищал таким образом ради нас. Как Он обнищал? Исайя пишет, «Кто поверил слышанному от вас и к кому открылась мысль Господня, ибо Он зашел пред Ним как отпрыск, как росток из сухой земли? Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Христос, Царь Неба и Земли, Царь Вселенной, Бог, Творец, а в Нем не было вида, когда Он пришел на нашу землю, чтобы вид просто привлекал Его, или людей привлекал к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И написано, и мы отвращали лицо свое от Него. Он был презраем, и мы ни во что ставили Его. Христос взял человеческую плоть. Ни во что общество ставило Его. Мы учили сегодня на уроке субботней школы, что везде следили за Христом и везде искали, чтобы убить Его и погубить Его. Но Он взял на Себе наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, накажуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи нас всех. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. Так случилось с нашим Господом Спасителем Иисусом Христом. Да, он обнищал ради нас. Он отказался от славы небесной ради вас и ради меня. Он отказался от чести. Он отказался от поклонения ангелу и пришел на нашу землю, чтобы вернуть нас с вами домой. Если будущего нищего. Насколько Христос нищим был. Мы прочитали, что этот человек нищий не имеет амбиций, поэтому он ни к чему не стремится. Мы прочитали, что у него нет репутации, поэтому у него не за что бороться. Стремился ли к чему-то Христос? Боролся ли он за что-то? Переживал ли он за что-то? Давайте мы ответим на эти вопросы. Стремился ли к чему-то Христос? И было ему за что бороться. Что говорит Библия? Я пришел, что? Взыскать и спасти погибшие. Была у него цель. Он шел вперед, будучи нищим, обнищал, но цель у него была. Второй вопрос. Имел ли богатство Иисус Христос и переживал ли за это Христос? Как? Написано им создано все. Вся земля принадлежит Господу. И переживал за кого-то Христос? Он говорил Петру, Петр, я молился о тебе. Мы читаем 17 главу, это переживание Иисуса Христа, когда он молился за всю эту церковь, которую он организовал. И даже не за всю эту маленькую церковь, за всех, которые поверят в Иисуса Христа, чтобы все верующие были едины между собою. Третий вопрос, имел ли он права и терпел ли унижения? Имел права Христос? Как человек на земле, или как Бог, имел ли права? Господня земля, все ему принадлежит, конечно, имел право, но что, терпел унижения? Конечно, плевали ему в лицо, били полонитам и сказали, прореки, кто тебя ударил, угадай, так издевались над Иисусом Христом. Могли ли убить его? И убили ли? На сей час я и пришел, чтобы умереть, он сказал. Я был мертв, и что? И все живы, Иисус Христос. Смотрите, а что двигало им? Им двигала любовь. Любовь по отношению к людям, любовь по отношению к человеку, любовь к вам и ко мне двигала Иисуса Христа. Итак, богатство нищего духом. Христос был нищий, но не был нищий в смысле слова материально. Христос проявил нищету духа, поэтому он сказал, блаженный нищий духом, ибо их есть царство Божие. Но нищий духом имеет борьбу, имеет цель, имеет сострадание, и страдает, и в конечном итоге нищий духом и умирает. Но что хочется сказать, были такие Авель, Ной, Моисей, Енох, Исаия, Иеремия, Петр, Матфей. Вся Библия описывает этих людей, которые сегодня считаются как герои веры, когда читаем посланник Евреям 11 главу. Но это люди были кроткие, смиренные, это люди были нищие духом, это люди были те, которые не думали высоко о себе, а искали помощи для других. Такими были они. И читаем в Евреям 11 глава, они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им что? Город, блаженные нищие духом, ибо их есть что? Царство небесное. Современники счастья Павел говорил, Павел не имел дома, Павел не имел крепости, Павел не имел земли, не имел машины, как мы с вами имеем, или вала. Что имел Павел? Одно желание. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Вы представляете себе, имел цель, имел борьбу, страдал, в конечном итоге умер. Но собой что он взял с собой? Сколько золота взял с собой? Сколько одежд взял с собой, земли взял с собой? Ничего он не взял, ничего он не имел. Он зависел от Бога. Вся его жизнь была жизнью нищего духом. О нем написано, что он будет в царстве Божьем. Смотрите другая картина библейская. Два человека пришли на молитву в храм. Пришел богатый человек, еще пришел фарисей и пришел мытарь, грешник. Что делал фарисей? Библия написана, благодарю тебя, Боже, что я не такого, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, и так показывал сзади, и благодарить Бога. Почему? Что он говорит? Что я делаю? Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Что-то можно подписать под нашу биографию, да? Ну, может быть, не постимся два раза в неделю, один раз точно многие постят, потому что хотят быть здоровыми, это полезно для здоровья, и десятину даем Господу, и есть какие-то привилегии, да? Мы чего-то добрались, достигли, можно сказать, так говорит фарисей, можем так сказать и мы. но мы-то, что говорил, мы-то, жестой я вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя в грудь себя, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному. Один был богатый физически, но духовно нищий, другой был грешник, физически, может быть, бедный, но дух его стремился к чему-то другому, стремился к Богу, он взывал, как нищий просил подаяния у врат, там, как Лермонтов написал, так грешник просил у Бога, будь милостив Господи ко мне грешному, пожалуйста, Господи, и написано, сказываю же вам, что сей пошел оправданным в дом Божий более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя, что происходит, унижен будет, а унижающий себя, что возвышен. Вот как раз суть и смысл духовного нищего. Духовный нищий не думает высоко о себе. Духовный нищий это тот, который готов быть всем слугою. Духовный нищий это тот, который готов помочь каждому. Духовный нищий это тот, который переживает за каждого, переживает за Слово Божие, за дело Божие на земле. Духовно нищий таковых есть Царствие Божие. Но рядом стоял богатый фарисей, который наполнен был гордостью. Господь, я хороший, я не таков. Гордость противоположность нищеты духом. Смотрите, что написано. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Кто думает, что он стоит в Священном Писании и говорит, будь очень внимательным, берегись, чтобы что? Не упасть. Поэтому нищий духом это тот, который как раз и противоположный гордости, который не гордый человек, который не самолюбивый. А вы знаете, апостол Павел говорил, что последние времена будут времена тяжелые. Люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горные, надменные, родителям непокорные, неблагодарные, имеющие только что вид благочестия. Фасад, как фарисей, красивый, чистый, а внутри пусто. Только вид благочестия. Вот смотрите, чья же эта гордость, откуда она пришла? Кто этот вирус принес в наш мир? Кто зародил людей? Да, мы видим, что враг человечества заразил людей этим вирусом. Люцифер, который стал сатаной, противником Божьим, он имел в себе вот эту язву греха, вот эту гордость. И он сказал Еве, Ева, не умрете, не переживай, но вы будете как боги. И тут, наверное, подскочила гордость, да, я хочу быть богом. Как жаль, что это подскочило в Еве, а не в Адаме. да, но, как ни странно, это вторая наша половина. Как ни странно, лучшая половина. Так написано. Хотя хрупкий сосуд, но лучшая половина человечества. Если мы будем говорить, что завтра праздник для наших мам, то мы знаем, сколько слез пролили наши мамы, сколько ночей не спали наши мамы, сколько я знаю силы имела мама, когда она сносила на руках. Это лучшая половина. И тем не менее, она поддалась вот этому искушению, которое сатана пришел и принес в этот мир. И она согрешила. А гордость приводит ко греху. И гордость оплата за грех что? Смерть. Поэтому противоположные нищему духу это гордый человек. Плата за гордость смерть, а нищий дух он что получит? Царство Божие. Дорогие друзья, это очень важно. Господь может смирить тех, которые ходят гордо. Мне нравится эта история. В следующий раз я буду рассказывать эти истории о царе Навуходоносоре. Но очень интересно, царь Навуходоносор кушал траву как волк. Жил на улице без сановников своих, кушал траву и ходил голым по земле и написано ногти выросли у него как у птиц, волосы выросли на голове как у льва. Так написано в Библии. Ну а почему? Потому что это был гордый человек. Он настолько гордый человек, что он ходил по своим палаткам и говорит не я не построил это в радость мою и в честь мою, не этот тот Вавилон, который я построил во славу свою. И тогда что? Был голос с неба. Но до этого Бог предупреждал его. И Даниил говорил ему царь искупи свои грехи правдою и милосердием к бедным беззакония свои. Послушался он. Может ли гордый прислушиваться к слову Божьему? Может ли гордый прислушиваться к Духу Святому, который стучит в его сердце? Не послушался. Не послушался. На выход на ссор не послушался. В свое время Павел или Савва тоже не послушался. И только тогда, когда встретился лицом к лицу со Христом, тогда он принял призыв Христа и следовал за Ним. И так Господь может может ходящих гордо смирить, приостановить. И так нищий духом это тот, кто имеет гордость, самонадеянность, себелюбие, гонка за богатством, тот, который бездельничает каждый день, этот нищий духом? Нет, нищий духом это не такой человек. Потому что, смотрите, написано, гордость сердца твоего обольстила тебя, ты живешь в расщелинах скал на вышенном месте, ты говоришь в сердце своем, кто не зринит меня на землю. А что сказал Господь? Хотя бы ты как орел поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то я и оттуда что? Не зрину тебя, говорит Господь. Гордый человек, он как орел, высокого мнения о себе, где-то высоко в горах, я знаю, в облаках витает. А Бог говорит, я оттуда что? Не зрину тебя. Да, нищий духом говорит, да, добродетели, вере, рассудительности, воздержанию, терпению, благочестию, благотолюбию, любовь. Нищий духом говорит, да, этим удивительным качествам. Знаете, нищета, которая обогащает. Мы читали или изучаем вместе с вами послание, которое Христос посылал церквам. И вот, смирные, Христос послал это послание. Знаю твои дела, искорь и нищету. И говорит, что? Впрочем, ты богат, будь верен до смерти, и дам тебе, что? Венец жизни. Нищий духом, если он верен до смерти, Бог дает ему венец жизни. Сегодня Дух Святой через Слово Божие открывает нам, что Христос стучит у двери сердца каждого. Он хочет войти, чтобы быть господином в нашем сердце. Но в нашем сердце не может быть гордости, не может быть себя любия. На том престоле не может быть сребролюбия, где должен находиться Христос. Написано, их есть царство небесное. Вы знаете, у них нет гордости, у них нет самолюбия, у них нет сребролюбия. Они все одинаковые. И если в детском садике один сказал «Моя мама самая лучшая», то другой говорит «Моя мама самая умная», то третий говорит «Моя мама и лучшая, и добрая, и самая хорошая, это моя мама». Нет никакого особенного желания первенства, хотя самые лучшие они будут говорить о своих родителях и о своей маме. Христос сказал «Таковых есть Царство Божие». Он взял детей вокруг себя и сказал «Если будете как одно из них, то что? Войдете в Царство Небесное». Сегодня стоит выбор у нас с вами. Выбор между богатством, которое предлагает мир, богатство характера, которое предлагает мир. это самолюбие, это гордость, это уникальность. Я уникальный и то, что предлагает Иисус Христос. Смирение, кротость, нищета духом. Мы можем с вами выбрать что-то. Мы можем выбрать быть нищим духом, и мы можем выбрать быть гордыми, себя любивыми, мы можем выбрать быть чем-то или кем-то в этом мире. Пусть Господь поможет нам выбрать действительно быть кем-то и чем-то в этом мире для пути спасения людей. Пусть Бог поможет, чтобы мы отражали характер Христа, характер того, кто обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою. Я хотел бы молиться вместе с вами, чтобы Господь благословил наши семьи, чтобы Господь благословил наш город, где мы живем, чтобы Господь благословил наши свидетельства, которые мы с вами несем в этом мире, чтобы мы могли сказать в конечном итоге, как сказал апостол Павел, подвигом добрыми подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец, который даст мне Господь праведный судья, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Него. Давайте помолимся об этом Господу. Дорогой наш Небесный Отец, в это время сегодня, после того, когда мы прочитали удивительные строки из проповеди Иисуса Христа, блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Божье, помоги Господи нам быть таковыми, помоги, чтобы в нашем сердце не было места для гордости, для себя любия, чтобы в нашем сердце было место для Иисуса Христа, для того, чтобы мы делали добро нашим ближним, чтобы мы могли делиться той любовью, которую мы получаем от Тебя со всеми окружающими нас людьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.